Буквально несколько минут назад центральные СМИ сообщили чрезвычайные новости о Константине Эрнсте и семье Ксении Собчак. Сегодня утром два замдиректора антикоррупционного отдела при Министерстве культуры по борьбе с преступностью в мире шоу-бизнеса Александр Домогаров и Александр Ширвент поздравили телезрителей с наступающим Новым годом и назвали арест генерального директора Первого канала Константина Эрнста, Ксении Собчак и Людмилы Нарусовой самой яркой победой российского общества за 2023 год. Мы без этих людей прекрасно обойдемся. Они нам абсолютно не нужны. Хватит сосать кровь из простого российского народа. Их место только за решеткой, жестко заявил директор отдела Никита Михалков. Ну а несколько часов назад произошло чрезвычайное событие, которое в буквальном смысле довело до слез Константина Львовича Эрнста, Ксению Собчак и ее маму. Бывшие небожители буквально рыдали от колоссального позора. По данным СМИ, Константин Эрнст уже никогда не сможет быть генеральным директором Первого канала. От его услуг отказались практически все каналы центрального телевидения. Единственное место, где предложили работать Константину Эрнсту после окончания уголовного срока – должность администратора в одном из магазинов сети Эльдорадо. Помимо этого, у Константина Эрнста была арестована колоссальная часть личного имущества и дорогой недвижимости. Бывший директор Первого канала телевидения оказался достаточно зажиточным мужчиной и в его собственности имелось 34 квартиры, 20 из которых находятся на территории Российской Федерации, а 14 в странах Ближнего и Дальнего зарубежья, таких как Франция, Германия, Италия и других странах. Однако теперь Константину Львовичу придется распрощаться со всем этим богатством. Вся недвижимость за исключением одной квартиры была арестована и теперь будет использоваться для полезных дел. По данным СМИ, в шикарных хоромах Константина Эрнста в трех-, четырех- и пятикомнатных квартирах будут жить многодетные, малоимущие семьи, а также семьи участников спецоперации. Некоторые квартиры Константина Эрнста, которые находятся за рубежом, будут проданы и пойдут на выплаты малоимущим и многодетным семьям. Помимо этого были арестованы все банковские счета, оформленные на Константина Львовича, что порядка одного миллиарда рублей. По данным СМИ, данная колоссальная сумма также будет использоваться для социальных выплат. Отметим, что Константина Эрнста обвиняют по следующим статьям. Получение крупных денежных взяток за продвижение артистов на телевидении, причастность к убийству Влада Листьева и преступная связь с семьей Натальи Королевой. Не позавидующий семье Ксении Собчак. Вся бизнес-империя Ксении Анатольевны и Людмилы Нарусовой была практически полностью разрушена. Не так давно в связи с шокирующими событиями Людмила Нарусова была освобождена от занимаемой должности и лишена всех полномочий. Подобные меры коснулись и ее дочери Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова. Напомним, что на данный момент семья Ксении Собчак находится в камере временного задержания по делу о заказном убийстве двух продавщиц Усачевского рынка города Москвы. Продавщицы погибли после конфликта с семьей Ксении Собчак в ресторане «Восход». Уважаемые зрители, если вы поддерживаете действия антикоррупционного комитета и согласны со строгим, но справедливым приговором, можете оставить поддерживающий комментарий и лайк под этим видео. Продолжение следует...